Девушки отдыхают В конце лета, в начале осени, довольно-таки часто можно наблюдать такое природное явление, как туман. Так вот, житель Кунгурского района Алексей Сметкин поделился с нами целым видеорепортажем под названием «Туманы в долине Сылвы». Рядом с театром юного зрителя на улице Екатерининской появилась его миниатюрная копия. Пермские художники Владислав Киселев и Дмитрий Суслов превратили обычную трансформаторную подстанцию в арт-объект. Они точь-в-точь перенесли облик исторического здания на помещение с электрооборудованием. И теперь подстанция действительно выглядит, как мини-тюз. Созревшие рябины в Перми нынешней осенью, видимо-невидимо, и красные, и черноплодные. А розовую или даже белую рябину вы когда-нибудь видели? Если нет, то именно сейчас вам предоставляется такая возможность. Несколько декоративных деревьев высажены на улице Клары Цеткин. Сорт так и называется «Пинг». Считается, что плоды этой рябины даже слаще, чем у обычной. Но об этом надо у птичек спросить. И если это так, то можно считать, что для пернатых на улице Клары Цеткин открылась кондитерская. Сейчас, когда художники полностью завершили работу над граффити на пересечении улиц Ивановской и Анри Барбюса, можно с точностью сказать, сколько котят теперь живет на ЦТП. Итак, всего их шесть. Один играет с клубком, пятеро греются в батареях. Покрупнее с одной стороны подстанции, мелкие с другой. Ну а в силу того, что этот стрит-арт мы вам почти полностью уже показывали, сейчас лишь помещаем всех этих котят в кадр сегодняшнего дня. Ну и пока снег в Перми не растаял, во время нынешней оттепели народ у нас старается, творит, лепит. К примеру, Светлана Багаева, проходя мимо сквера Решетникова, заметила вот такую снежную красавицу. Сразу вспомнилась песня «Хлопай ресницами и взлетай». А вот Полина Першина поделилась с нами фотографией снеговика, который чем-то похож на зайца. А может, это он и есть. В любом случае, выглядит очень даже забавно. На площади перед Пермским цирком также началась подготовка к Новому году. Здесь уже смонтировали каркас искусственной елки. Сейчас его, можно сказать, озеленяют. Ну а рядом, как и обещали, установили новый элемент. Светодиодную арку – ретро-велосипед. Это и украшение, и фотозона. В любом случае, веселый клоун на велосипеде будет создавать праздничное настроение всем пермикам, которые в каникулы окажутся рядом с цирком. Ну а в вечернее время арка-ретро-велосипед будет выглядеть вот так. Итак, осенний сезон у нас заканчивается. Тем временем, конкурс на лучшую новость недели продолжается. На этот раз победитель получит в подарок четыре пригласительных билета на суперфестиваль «Дискофест 90-х», который пройдет в УДС «Молот» 9 декабря, начало в 19.00. Суперфестиваль «Дискофест 90-х» – это настоящее ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена вишневых девяток и весело провести время компанией. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!